Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему «Безопасный режим. Для чего он нужен и что может произойти, если мы случайно поставим галочку «Загрузка в безопасном режиме». Безопасный режим – это режим загрузки Windows, при котором запускаются только основные файлы и драйвера. Этот режим используется для устранения проблем с программами, драйверами, для удаления папок и вредоносных программ, которые в обычном режиме не удаляются, для восстановления системы и многое другое, что можно сделать для лучшей работы с компьютером. Давайте рассмотрим, как войти в безопасный режим разными способами. Если у вас на рабочем столе стоит панель управления, то открываем её и проходим по следующим вкладкам. «Администрирование», «Конфигурация системы», «Загрузка» и здесь ставим галочку, чтобы войти в безопасный режим. Нажимаем «Ок» – «Перезагрузка». Но я перезагружать не буду, потому что ещё необходимо показать второй вариант. А теперь для тех, у кого на рабочем столе не стоит панель управления, а используется Windows 10. Нажимаем на кнопку «Пуск», опускаемся вниз до вкладки «Средства администрирования Windows», нажимаем «Конфигурация системы», нажимаем. И открылся отдельное окошко и нажимаем на вкладку «Загрузка». В этом окошке в безопасный режим ставим галочку, нажимаем «Ок», «Перезагрузка». Но многие начинающие совершают ошибки при ознакомлении с компьютером. Случайно поставили галочку, поработали с ним и по завершении рабочего дня выключили компьютер. На следующий день включают компьютер и видят вот такое неприятное окошко тёмного вида и не знают, что произошло. Одну из этих причин рассмотрим сейчас. Нажимаем меню «Пуск», опускаемся вниз до вкладки «Средства администрирования Windows», нажимаем и здесь необходимо нажать на вкладку «Конфигурация системы». Открылось такое окно, нажимаем «Загрузка» и здесь снимаем галочку «Безопасный режим», «Применить», «Ок» и нажимаем «Перезагрузка». После перезагрузки компьютера всё стало в норме. Всем желаю зелёной дороги на просторах интернета. С вами был канал «Всё своими руками 36». До свидания.